Готовы. Так с уверенностью скажут в любом вузе. Высшее образование давно разработало системы дистанционного обучения. И будь вы хоть житель Владивостока, который поступил в Алтайский государственный университет, проблем не будет. Система Moodle работает давно, преподаватели разрабатывают и дорабатывают свои курсы. Но это только одна из огромного множества возможностей. У нас все дисциплины обеспечены дистанционными курсами. Плюс мы являемся членами сетевого, так скажем, содружества ведущих университетов. И все университеты проявляют взаимовыручку, помощь и предоставляют друг другу открытый доступ к своим онлайн-курсам. Очень много ресурсов и своих, и других. И здесь полная академическая свобода для преподавателей использовать в любое из них. Поэтому пустые коридоры в университете – это нормально. Чего не сказать о школах. Сейчас ученики ушли на неделю каникул, а уже с 1 апреля переходят на дистанционное обучение. Мы поговорили с учителем сельской школы и узнали, насколько готовы педагоги не самых высокотехнологичных школ. У нас пока ничего еще конкретно не сказали нам. Просто узнали в последний день занятий, как вы будете с детьми связаться. Мы сказали все по телефонам, это действительно реально, будем просто рассылать задания и все. А сейчас говорят, что будет, в общем, метод объединения в районе будут проводиться. И нам там будут объяснять, как это якобы уже платформы существуют, бесплатные, на которых можно видео занятия там проводить и все такое. Но это я еще ничего не знаю, нам ничего конкретно не говорили. Но учителей, говорят, еще успеют подготовить. 25 марта пройдет большое селекторное совещание со всеми директорами школ Алтайского края. Там они смогут задавать вопросы и тем, кто разрабатывает механизмы перехода на дистанционное обучение. А пока идут каникулы, школы готовятся к удаленке. Каждый руководитель образовательной организации сегодня работает с родителями на предмет того, обеспечен ли ребенок гаджетом, есть ли компьютер, есть ли смартфон, есть ли планшет, для того, чтобы впоследствии это стало как раз способом общения в рамках дистанционного обучения. В каждой школе составят поименный список тех, кто не располагает нужной техникой. Это ограниченный круг детей, который все же сможет посещать школу очно для пользования компьютером или встреч с преподавателем. А парадокс в том, что пока школы и вузы принимают все ограничительные меры, спортивные секции делать этого не торопятся. Но все на страх и риск родителей. Подпишите вот такое заявление, и ваш ребенок продолжит посещать секцию. То есть, если ребенок посещает тренировки, нужно такое согласие. А если не посещает, нужно что-то? Да, если родители против посещения тренировок, то не нужно. Без согласия не будут допускать к тренировкам. Все спортшколы сейчас так будут работать. В отличие от спортшкол, даже некоторые частные компании действуют по правилам. Мариара и краевое отделение банков весь персонал из отделов IT уже перевели на удаленку. Правда, по сведениям из наших источников, работникам банков, например, могут понизить зарплату. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.